Всем бодрого настроения, ребята! Доехали до меня наконец-таки Redmi Buds 3 Pro. Это глобальная версия недавней новинки AirDots 3 Pro. Различие между китайской версией и глобальной по факту только одно, но оно, как мне кажется, весьма существенно. Это поддержка управления и настройки через приложения на смартфоне. В глобальной версии этой фишки нет. И соответственно, тапы перенастроить нельзя, прошивку обновить нельзя и черт его еще знает, чего нельзя. Может быть в будущем и появится возможность подключать их к приложению, но меня берут сомнения на этот счет, так как ни в инструкции, ни на сайте производителя ничего не сказано про данную возможность. Скорее всего, тут тупо сэкономили. Прежде чем перейти к подробностям, напоминаю, что на канале разыгрывается игровая телевизионная приставка. Подробности конкурса есть в описании к видео. Итоги подведу уже скоро. 31 июля опубликую в моей группе в ВК и в Телеграм-канале. База компактных размеров. На передней стороне индикатор остаточного заряда аккумулятора базы. Индикатора заряда аккумуляторов наушников нет. Есть кнопка первичного подключения к устройству, повторное подключение по открытию крышки. Внизу корпуса Type-C разъем, с тыльной стороны наименование бренда. Люфт у крышки минимальный. Фиксируется она в закрытом состоянии на магнитах. Внутри наушники уложены вертикально, держатся также за счет магнитов. Вынимаются из базы очень легко, при желании это даже проделывается одной рукой. Форма наушников максимально эргономична. Тач сенсорный, дизайн конечно очень даже на любителя. Судя по комментариям под обзором Huawei FreeBuds Pro, который вышел на днях у меня на канале, не очень нашим потребителям заходят блестящие наушники. И если черный вариант еще куда не шло, то светло-серая краса этой модели прям радость для сороки. Управление производится тапами. Регулировки громкости у наушников нет. Плей-пауза, перемотка треков, ответ на звонки, а также активация и смена режимов шумоподавления и звуковой проницаемости. Емкость аккумулятора базы 470 мАч. Саморазряд и естественно есть. Аккумуляторы в наушниках по 35. База способна зарядить наушники 4 полных раза. Наушники на одном полном заряде способны проработать до 4 часов. Это при 50% громкости и с включенным шумодавом. Если его отключить, автономность поднимается до 6. База полностью с нуля заряжается целых 2,5 часа. Но есть быстрая зарядка наушников в базе, что удобно. Беспроводная зарядка также на борту и меня это несказанно радует. Есть функция Multipoint. Это одновременное подключение к двум разным устройствам, например смартфоном или смартой ноутбуку. Судя по всему, китайские маркетологи что-то где-то вычитали, так как стало появляться все больше моделей с поддержкой этой фичи. При подключении к смартфонам Xiaomi есть всплывающее окно. Bluetooth используется в версии 5.2. Связь через две стены держит уверенно. В людных местах обрывов и затупов я не заметил. Кодеки используются AAC и SBC. На YouTube и в играх задержка присутствует. Стандартная для данных кодеков в районе 200-230 мс. Играть конечно можно, но такое себе. По звуку сравнивал с Huawei FreeBuds 3i. Так как в распродажу эти две модели стоят примерно одинаково, я лично брал Huawei 3i за 2 600 в рублях на Али, хотя в магазинах они в тот момент стоили около 5-6 тысяч. О всех подобных акциях, распродажах и промокодах я обязательно рассказываю в своей группе в ВК и в Телеграм-канале. Кому интересно, добро пожаловать, ссылки есть в описании. Так вот, по сравнению с Huawei в Redmi Buds 3 Pro меньше высоких частот. Преобладают средние, да и бас тут какой-то бубнящие. Хотя опять же это все дело вкуса и привычки, и большинству пользователей я думаю подобное звучание скорее всего зайдет. А вот максимальный уровень громкости тут откровенно недостаточен. Его еще как-то хватает при условиях использования в помещении, однако на улице и в шумных местах его явно мало. Плюс, не знаю с чем это связано, но в моей версии наушников на максималках откровенно гуляет уровень громкости, постепенно то снижаясь, то увеличиваясь. Не могу это никак объяснить, какой-то закономерности в этом я не обнаружил, но факт остается фактом. Шумодав адаптивный, самостоятельно подстраивается под окружающую среду, но если опять же сравнивать с Huawei, то отрабатывает хуже. В спортзале, в общественном транспорте откровенно не справляется. Режим звуковой проницаемости работает без нареканий. Режимы переключаются долгим удержанием пальца на сенсоре. Смена режимов сопровождается звуковым сигналом. Redmi Buds 3 Pro в том числе оснащены датчиком приближения. Соответственно, при изъятии их из уха музыка автоматически ставится на паузу, а при укладке обратно автоматически включается. Но у меня было такое, что они пару раз начинали воспроизведение просто когда их крутил в руках. Где-то что-то сенсор не дорабатывает. Ну и для полноты картины примеры работы микрофонов в городских условиях. Пример работы микрофонов на наушниках Xiaomi Redmi Buds 3 Pro. Хрен выговоришь, короче. Вот так вот отрабатывают наушники в условиях лесопарковой зоны. Сегодня прям чудесная погода, несвойственная для Владивостока. Встретит солнце, жарище нереальное. Таким вот образом, собственно, вас будут слышать собеседники, если вы будете с ними разговаривать через данные наушники в качестве гарнитуры. А теперь эти же самые наушники, но уже возле проезжей трассы. Мимо ездят автомобили. Маленькие и не очень. Сейчас вот дождемся еще парочку машин. Вот мимо проезжает какой-то двигатель. Еще пару легковышек. Вот таким вот образом данные наушники отрабатывают уже в условиях достаточно шумных. И дует еще плюс небольшой такой легкий ветерок. Послушал две предыдущие записи. В принципе, достаточно годное качество работы микрофонов. Как и в первом варианте, так и возле дороги. Все хорошо, все на уровне. Поэтому как бы микрофоны тут меня, конечно, в принципе, скажем так, они своих денег стоят. Единственное, что вот не могу понять по шумодалу. Он адаптивный, да, и он у меня сейчас включен. И он постоянно почему-то переключается. Притом я это отчетливо слышу. То есть то глушит прям очень хорошо, что мне практически не слышно внешнего шума. То почему-то отключается, и я начинаю достаточно четко различать внешний шум. То есть он как-то постоянно переключается из режима в режим. Как бы, конечно, очень неудобно, что ты не можешь выставить какое-то определенное значение шумоподавления, да, чтобы он работал все время, допустим, в одном режиме, в максимальном режиме. Допустим. А то он туда-сюда скачет и как-то не очень комфортно. По итогу, если для вас один из определяющих факторов в выборе наушников это шумоподавление, то данная модель явно не для вас. Есть другие модели, которые лучше с этим справляются. Автономность тут средняя, качество звучания соответствует стоимости, микрофоны неплохо справляются в условиях шума города, дизайн, ну, тут каждый решает для себя самостоятельно. Лично для меня он вполне адекватный, хотя знаю, что многим такой глянец не по душе. Если остались вопросы, задавайте в комментариях, все читаю, на все отвечу, ссылку на них оставлю в описании, перейдя по ней можно узнать актуальный ценник. Сейчас в распродажу с купоном продавца их можно взять в районе 3000 рублей, но какой будет прайс, когда акция закончится, я не знаю. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые распаковки и обзоры, поддержите видео, пожалуйста, лайком. На сегодня все, всем пока и не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok